OBD2 код неисправности техническое описание, неисправность цепи электромагнита переключения передачи и что это обозначает. Это общий диагностический код неисправности коробки передач DTS, который обычно применяется к автомобилям OBD2, оснащенным автоматической коробкой передач. Это может включать, но не ограничивается транспортными средствами от Chrysler, Ford, Dodge, Hyundai, Kia, Ram, Lexus, Toyota, Mazda, Honda, VW и т.д. Хотя общие, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Большинство автоматических трансмиссий включают несколько соленоидов переключения, в зависимости от количества передач внутри, коды неисправностей, связанные с этим, соленоидом E, представляют собой коды P0770, P0771, P0772, P0773 и P0774, основанные на конкретном конкретной неисправности, которая предупреждает PSM о необходимости установить код и загорается индикатор Check Engine, если у вас есть овердрайв или другая сигнальная лампа трансмиссии, она также может гореть. Назначение контура соленоида переключения передач состоит в том, что PSM контролирует электромагниты переключения передач, чтобы управлять движением жидкости между различными гидравлическими контурами и изменять передаточное число трансмиссии в соответствующее время, этот процесс максимизирует уровень производительности двигателя при минимально возможных оборотах. Автоматическая коробка передач полагается на ленточки и сцепление для переключения передач, и это достигается путем поддержания давления жидкости в нужном месте в нужное время. Электромагниты трансмиссии отвечают за открытие или закрытие клапанов в корпусе клапана, чтобы позволить трансмиссионной жидкости течь в муфты и полосы, чтобы плавно переключать трансмиссию при ускорении двигателя. Когда модуль управления силовой трансмиссией PSM обнаруживает неисправность в цепи переключения электромагнита переключения передач, Е, можно активировать различные коды в зависимости от конкретного автомобиля, трансмиссии и количества передач, включенных в конкретную автоматическую коробку передач, в этом случае код неисправности P0770-O, B, D, 2 связан с общей неисправностью в цепи электромагнитного клапана переключения передач Е и квот. Пример переключения соленоидов, какова серьезность этого кода неисправности? Серьезность этого кода обычно начинается как умеренная, но он может быстро перейти на более серьезный уровень, если своевременно неисправить, каковы некоторые из симптомов кода? Симптомы кода неисправности P0770 могут включать, коробка передач проскальзывает, перегрев коробки передач, коробка передач ловит передачу, снижение расхода топлива, возможно, как осечки, транспортные средства входят в бездействующий режим, проверьте лампочку двигателя. Каковы некоторые из распространенных причин кода? Причины для этого кода передачи P0770 могут включать, недостаточный уровень жидкости грязная или загрязненная жидкость, загрязнен или засорен фильтр передачи, дефектный корпус клапана трансмиссии, ограниченные гидравлические переходы, коробка передач имеет внутренний сбой, неисправный соленоид переключения, разъеденный или поврежденный разъем, неисправная или поврежденная проводка, неисправный ПКМ, какие шаги по устранению неполадок P0770? Перед началом процесса поиска и устранения неисправности необходимо изучить бюллетени технической поддержки TSB для конкретного автомобиля по годам, модели и трансмиссии, в некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, если направить вас в правильном направлении, вам также следует проверить записи автомобиля, чтобы проверить, когда последний раз менялся фильтр и жидкость, если это возможно. Проверка жидкости и проводки Первый шаг, убедиться, что уровень жидкости правильный, и проверить состояние жидкости на предмет загрязнения, затем следует провести тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, протирка, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и поврежденных контактов, этот процесс должен включать в себя всю проводку и разъемы для соленоидов трансмиссии, насоса трансмиссии и PSM, в зависимости от конфигурации, канал передачи должен быть проверен на наличие проблем безопасности и связывания. Расширенные шаги Расширенные этапы становятся очень специфичными для транспортного средства и требуют соответствующего современного оборудования для точной работы, для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики для автомобиля, требования к напряжению будут зависеть от конкретного года и модели автомобиля, вы должны следовать конкретной таблице устранения неисправностей для вашего автомобиля. Непрерывность проверки Проверка непрерывности должна всегда выполняться при отключенном питании от цепи, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом, если иное не указано в технических данных, сопротивление или отсутствия непрерывности является признаком неисправной проводки, которая открыта или замкнута и должна быть отремонтирована или заменена, каковы некоторые общие исправления для этого кода. Замена жидкости и фильтра, отремонтируйте или замените неисправный соленоид переключения, отремонтируйте или замените неисправный корпус редуктора, отремонтируйте или замените неисправную коробку передач, промывка трансмиссии для очистки проходов. Очистка от коррозии разъема в ремонт или замена проводки, перепрошивка или замена PSM Надеемся, что информация в этой статье была полезна, чтобы указать вам правильное направление, чтобы исправить проблему с вашим кодом ошибки цепи соленоида переключения Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет Продолжение следует...